Христос, посреди нас мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться в познании Господа нашего и Бога, Творца и Создателя. И, если другой дать образ, то возрастать по внутреннему человеку, в совершенную Христову невесту, готовую к брачному пиру. Простым-простым способом, уповая на Бога, отвергаясь самого себя целиком и полностью, любить ближнего добрыми делами, всеми теми дарами, какими Господь нам подает каждому, и видимыми, и невидимыми всеми на свете. Ну что, давайте помолимся, да и я кое-что поговорю. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, живой Бог любовь, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за все, за всю любовь Твою, за все, что подаешь нам каждый день, все потребное для пищи, жизни, радости, веселья и святости, уподоблению Тебе, в бескорыстной, абсолютно жертвенной любви, добрыми делами ко всем и каждому, всем людям, меня окружающим. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. Да прославишься Ты в последнее время пришедшего плоти, Господь мой Бог наш. И да откроется помышление многих сердец, Господи. И в кресте Твоем, добровольной жертве, узрит всякая плоть, слава и величие, а главное – любовь Твою. А в воскресении Твоем, божество Твое и бессмертие Твое, а в вознесении Твоем, оставленный нам, дарованный от начала времен каждому человеку и от рождения, дар свободы, выборы добра и зла. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господь, живой Бог, любовь наш Иисус Христос всегда посреди нас. Хотел записать ролик о Матильде. Все знаете фильм. Я, знаете, не столько, в смысле, не о Матильде, назвать я их, еще пока не знаю, наверное, назову Матильдой и прочие не святые святые. Это вот какая-то беда. Хорошо, что хоть протестанты образумились, ну, люди, которые поняли, это от этого хоть вообще отвергли. Все вот эти ложные учения человеческие, они, конечно, я вам говорю, как-то ролик вы слушали, наверное, мой, как Господь сказал, бросьте их на камень, который есть Христос на Евангелии, и все это разобьется. И на что этот камень Евангелия, и Господь наш упадет, все это раздавит. Все эти, конечно, учения, все это ложь. Все это идолопоклонство, все нам мало Христа. Это, конечно, поражает. Особенно у ортодоксов. Если этот фетиш по мертвечению, да, и то же самое по всем этим мертвым. Ну, какая тебе разница? Ну, жил человек, ну, умер. Плодь его давно черви съели. Ну, что? Ну, помните, Павел сказал, я не сужу сам и себе, и никто не суди прежде суда Господня. Какая нам разница, кто где был? Да жили ты среди живых. И что тебе еще надо? Господь, когда ходил, ведь были и пророки, что сильно Господь там что-то и кричал нам, давял заповедь, чтобы мы их почитали. Нет, ничего Господь этого не делал. Что там, в Писании, в Новом Завете много ссылок. Вы сами прекрасно знаете, что если жить по Евангелию не хочешь, всегда найдешь для себя кучу занятий, чем бы заняться. А возьмись исполнять две простые заповеди упования на Бога, тем явив и самому себе, доказав, что он мой отец. Попробуй положить на него, что он тебе каждый день будет все потребное для жизни подавать, веселье. Для жизни, как образ хлеба, для веселья, как образ вина и радости. Любые знания тебе подаст, откровения, любую защиту тебе защитит. Тебя ничего с тобой, волос с головы твоей не упадет. И здоровье тебе какое нужно будет сохранять. А если потеряешь и попросишь, воздаст тебе с лихвой. Попробуй, положись на Бога и сразу узнаешь, что верит в тебе, если вообще там есть что. И попробуй любить ближнего. Не осуждением, не злословием, не обличением, не поношением, не рублением головы, не заточением в темнице, не распинанием на крестах, не сжиганием в кострах. Попробуй любить врага своего. Попробуй любить любого ближнего, который тебе, в принципе, как мы говорим, по плоти-то никто. Кто мой ближний-то? Ну, конечно, кто любит меня. Там родственники, друзья, ну, пять человек на свете. Ты попробуй любить каждого человека. Отдать душу свою, то есть жизнь свою. И все, что в нее входит, все свои труды, все свое. Все, что тебе дал Господь неправедное богатство. Попробуй, обрати это на добрые дела к окружающим людям. И мы узнаем, какой в тебе Христос, какой в тебе Евангелие и желание жить по Евангелию. Так все это. Чего наслется с этой мертвичиной? Ну, жили люди, ну, умерли. Это же чистой воды дал поклонство. Кого-то куда-то возводить. Откуда мы знаем, кто святой, кто грешный? Ну, как это? Разве можно вообще человека равнять с Богом? Бог пришел, все нам дал, полное учение. Сказал я ваш путь, только на меня смотрите, следуй за мной, делай как я, поступайте как я, любите друг друга как я, следуй только за мной. Кто идет, но не несет креста, не мой ученик. Все слова одни и те же. Нет, придумаем свои учения. Кто такие апостолы? Ну, люди точно такие же. Ну, написали послания. Ну, тоже прожили жизнь. Много мы там знаем. Что мы знаем? Да ничего не знаем. Что мы знаем о жизни Иоанна Богослова? Ничего. Если бы была заложена традиция какой-то почитания каких-то святых, да обо всех апостолах такое было бы понаписано бы. Что мы знаем? Ничего. Что мы знаем об апостоле Иакове? Такие вот коротенькие послания, которые от них остались, о которых вечно будут спорить об их там истинности и принадлежности кому-то. Или же человек духом святым понимает, что да, есть в них Боговдухновенность. Вот. И, в принципе, там принадлежность уже не столько имеет значения. Что это все дает-то? Да ничего. Что насыться? Сколько раздора, сколько злобы, сколько ненависти. А все почему? Сами себе идолов понастроим, кумиров. За этих кумиров рубим голову и думаем, что тем служим Богу. Да, еще все в Евангелии христолюбцы все это видят. Все, как экклезиаст говорил, и вчера, и завтра, и послезавтра, и сегодня, и завтра одно и то же все будет. Ничего нет нового под небом. Так, это беда. Все эти цари, все эти... Что толку? Ну, умрешь ты, что там этот царь будет в короне, что ли, на том свете? Тело-то здесь оставляем. Ну, о чем тут говорить-то? Неужели люди этого не понимают? Бог только будет судить за святость. Бог. Откуда мы знаем, кто там какой? Поналепят все там под мишурой. Ничего не известно. Человек плодисть оставляет. Что толку-то? Царь он там, пещерник. Какой-нибудь человеком вознесенный монах и романах там. Да все это люди. Все это слава человеческая. А Бог просвещает? Нет. Ничего он не просвещает. Вы помните, как я вам показывал в книге «Деяния», как избирался 12 апостол. Пригласили туда Бога? Нет. Так и все эти святые. Что, Бог на них указывает? Ни на кого Бог не указывал ни разу в жизни. От начала книги «Деяния» Господь никаким образом не прославлял. Все эти сказки понадуманные, что там чудеса какие-то. Все это ложь. Господь по любви своей, по вере, конечно, может подавать всякие там исцеления. Ну и что, лишь бы к себе хоть как-то подтянуть. Вы помните, как он маловерных никогда от себя не отталкивал. Ну и что, разве он говорил, что это истина? Истина. Он говорил только я. Обратись ко мне. Всегда похвалял совершенную веру, жертвенную любовь. Помните, как там слезами ноги ему омывали блудницы. Вот он говорил, кто много любит, тому много и прощается, и много воздается. А так все это... Что это все? Я говорю, люди. А еще, конечно, люди ослепляются этим удалопоклонством. Он входит в безумие. За это готовы другим глотки играть, таким же людям. Страшно все это. Я говорю, идолизируют все время людей. А там по Евангелию посмотришь, и даже после Евангелия, новозаветную историю, там даже, я говорю, апостолов-то не идолизируешь. Что тут? Что вот это все насуется с этими человеками? Апостол Павел как предупреждал-то хорошо. Не делается рабами человеков. Ну и об этом сам Господь говорил, что я вас... И познаете истину, истина сделает вас свободными. Иудеи ему кричали, мы не были рабами никогда никому. А он говорит им, всякий делающий грех, раб есть греха. Грех есть один против ближнего, который сейчас с тобой рядом живет-то на свете. Мы живых не видим, зато с мертвыми насаемся. Да ты уши на вас три. Как помните, тот лисенок в большом... И потом этот большой ух-то в мультике. Кому помощь нужна? Живому нужна твоя любовь и забота. Насуется с этими мертвичинами. Панигирики им поют, там время свое тратят. Посчитай, сколько время верующие потратили, так называемые верующие. На это все, на какие-нибудь крестные ходы, на сколько денег выкинули на всю эту ерунду. Насуется ерунду с этими мертвыми, а это все черви. Господь сказал-то, я не бог мертвых, бог живых. Да, они все там живые. И там кто с господом, кто не с господом. Нам это все закрыто. Что нам до этого? Разве в этом Евангелие? В Евангелии читаешь и думаешь, где, откуда это накопали все, зачем все это вообще? Ну, были у тебя близкие, кто-то помирает. Ладно, ну, похоронил, поплакал и вспомнил когда-то добрым словом. Естественно, всегда мы будем вспоминать друг друга. А нас-то с этим, что это дает-то? Сами себе придумали религию, сами себе придумали культы, сами себе придумали идолов. А ведь Господь еще в Ветхом Завете говорил, не твори себе кумиров-то. Вот новых кумиров-то придумали под личиной добродетели. А никакой добродетели в этом нет. Сами придумали им святость. И теперь неверующие люди эту святость типа порочат, а там и неизвестно, была ли там вообще святость. Эти друг с другом в бою, и ты готов, я говорю, друг друга убить. Господа не приняли, когда они шли в Иерусалим. Возможно, там камнями бросаться стали, лишь в отгород отогнать. Андрей с Иоанном возмутились. Давай мы сейчас огонь с небеси сведем, и весь город, город. Представляете, уничтожить город. Он говорит, я пришел не губить души, а спасать. А мы пришли губить. Нам всех надо позлословить, осудить, обличить. И на тот свет на суд Божий отправить. Это, конечно, страшно все. Все вот эти, конечно, ложные учения, особенно все, что связано с мертвичиной, меня прямо это поражает. Кто тебе вообще это все придумал? Да ты хоть очнись, подумай, отойди в сторонку на секунду, забудь об этом, обо всем. Какая же это все заблуждение, ложь. Кому ты поклоняешься, что ты чтишь-то, кому это нужно? Ты стоишь, тратишь свое время там. Ну, понятно, все это там на страхах, на ложных учениях. Все так и живут. А прочитать Евангелие чистым сердцем ни у кого, то ли ума уже не хватает, то ли Господь, как говорит, я оставляю, что будут ослеплены и помрачены умы. Будут ходить в заблуждениях сердца своего и ума. Да, слепые вожди слепых. Страшно все это. Ну, как страшно, вы знаете, я исповедую всеобщее покаяние. Все это когда-нибудь вернется. Хотя каждый пройдет свой путь жизни. Конечно, чем ты скорее познаешь истину, станешь счастливым. Для тебя же самого счастье. А это все что это дает-то ничего. Ложь, ложь на лжи погоняет этими учениями. Людям эту лапшу вешают на уши. Люди эту лапшу с ушей кушают. И что? И ничего. Вместо того, что послушаешь, я говорю, этих проповедников, словом о Христе не обмолвиться, не о заповеди его. И вот давай. Чего только поражаюсь. Сколько читаю Евангелие, просто удивляюсь. Его простоте. Даже порой послания Павла. Сравните послания Павла и Евангелия. Насколько они замудренные все равно. Каким языком, оборотами Павел там изгалялся. Ну или, не знаю, дары такие у него были. Я не знаю, как назвать. Насколько простой Евангелие. Насколько прост божеский и божественный Христов. Творца нашего языка. Как он все просто говорил. В простоте. Говорил понятные образы. Понятные символы. Притчи. Если нам порой поначалу непонятно, потому что во грехах живем. А когда отстаем от греха, Господь когда освобождает, все становится понятно. Все учения Христовы в простоте. Ты родился от семени нетленного. От Слова Божьего, пребывающего вовек по внутреннему человеку. Так и живи как Сын Божий, Сын Отца Небесного. Полагайся во всех обстоятельствах жизни твоей. Радость всю от Него принимай, которая тебе подается и внутренне невидимое, и видимое через внешние вещи и события. Радуйся жизни. Уповай на Него, что Он никогда тебя не оставит, защитит, и волос головы твоей не упадет никогда. Если ты действительно кричишь, что ты Сын Отца Небесного, Сын Божий, Сонаследник Христу, брат Его, тебе что-то нужно, мудрость, проси у Него. Апостолы сказали, он подает просто без упреков, но ведь Господь об этом сам сказал. Если что попросите во имя Моя, во имя Любви, для того, чтобы вам во имя Истины, чтобы вам это на пользу было, чтобы вы это употребили на пользу Блешнего, я все тебе подам, все, что не попросишь. Ну а точнее Господь в Луке хорошо сказал Дух Святого всем просящим у меня, а Дух Святой обладает полнотой, сам Бог всеми дарами, естественно, обладает. Все тебе подастся, что тебе еще надо, человек? Все вот это, конечно, кто наслится со всеми кумирами, кроме Христа, со всеми идолами, неважно, материальными, как Павел говорил, рабство или немощным вещественным началом мира, или людям, или их учениям, как он с этим прямо в Коринфянам предсказывал все это. Ну там уже было это человекопоклонство и учениям, и Апалов, и Акифов, Павел как прямо на корню пресекает это. В Галатах борется с этим законом вещественным, что толку-то, есть тебе борода или нет, кому от этого легче, что Бог, что ли твоя борода, дым вообще все равно, хоть ты без головы будешь ходить. И потом в Коринфянской церкви борется уже с разделениями с этими. И вот понапридумали все кумиров, и делятся, делятся, все учения, все учения человеков. Много там Господь о троице учил, да и что он тебя будет там за эту троицу, что ли, спрашивать на суде? Он сказал, я только спрошу за то, даже не за упование, упование тебе нужно, потому что ты можешь сколько угодно кричать, что ты чадо Божье, только на делах твоих ничего этого не видно. Христос никогда об этом не кричал, и вся его жизнь была в отце, и отец в нем. Он не кричал, я верю в Бога, он им жил, ибо отец в нем, и он в отце, все, он его сын возлюбленный, в котором благая воля Отца Небесного, все, и вся его жизнь, это жизнь в отце, и через его дела это все время видно. И он ни разу не сказал, что я верю или исповедую Отца Небесного. Он просто своими упованием, благодарением ему, своими вот этими сердечными делами проявлял свою действительно веру, так скажем, упование в Отца Небесного, хотя Он, Отец, одно это лишь для нас был путь проложен, как нам поступать. А все эти святые, не святые, кто их знает? Зачем это вообще? Если они святые, так они были смиренными и кроткими должны были, им все равно это святость и возношение. Святые люди, они как Христос, они умывают ноги всем, а не себе требуют омовения. А посмотришь на весь этот околорелигиозный культ, который еще с ними сделали, с этими людьми мертвыми, начиная с их плоти, которые давно черви подгнили, неизвестно, что там вообще в этих саркофагах, ехать или нет. Он, когда показывает хроники советских времен, открывает, там ничего нету, ложь одна. Красивую коробочку слепит, табличку прибьют и говорят, что там есть что-то. Да и слава Богу, что там, слава Христу, что там нет ничего, еще труп целовать не хватало. Уж лучше деревяшку позолоченную поцеловать. Какая ерунда вся эта, какой бред. Живые вокруг нуждаются, ходят. У самого Неграма упования нету на Бога. Ни одну заповедь, соответственно, из этих двух не соблюдаешь, хотя они неразрывные, ничего. А все это почему? Я вам напомню, я закончу, я не хочу много развивать эту тему никчемную. Это все вот это, я вам и говорил, что любовь к Богу Господь дал, даже не Моисей, а чтобы Моисей дал этому безумному народу, это когда человек льет живого тельца, золотого тельца при живом Боге. И вы знаете, я не зря так талдыч, может до кого-то не доходит, я вам еще один образ дам. Простой земной образ. Вы знаете, на что это похоже? Что жена обезумевшая при живом муже домой, когда тот пришел с работы, берет и с любовником приходит и делает вид, что она, что в этом нет ничего особенного. Куражится с ним, да и, грубо говоря, начинает прям прелюбодействовать на глазах у мужа. Получается так это, что ли, выглядит? Бог рукой, как он сказал, я рукою вывел, как дитя тебя из Египта, из рабства. Все тебя шел, оберегал, а ты себе золотого тельца льешь. Вот как это выглядело. Конечно, Бог этому народу и, в принципе, вы представляете, что муж сделает с такой женой. Ну вот я представляю, я мужчина, я сижу дома, и заходит жена с каким-то любовником. Это как должно выглядеть? Господь и говорит Моисею, я сейчас сотру их. Ну я говорю, хорошо, если он их живых оставит. Потому что я говорю, может быть, многие не предают этим словам моим, которым я говорю. Перечитайте тогда, кому интересно, книгу, исход, как все это выглядело. Это так и выглядит. Потому что Господь все время свой народ называл прелюбодейницей. Это излюбленное слово Ветхого Завета в отношениях Бога к израильскому народу, когда он все время уклонялся к поклонению идолам и богам-язычникам. Все время так называл. Вот на что это похоже земной образ. Вот муж и вот жена. Поэтому заповедь иудеям была дана отдельная любовь к Богу и с целым культом дана внешним, чтобы человек хоть как-то о Боге помнил. Чтобы каждую секунду что-то ему делал. Он перенес там овечку, хлебушек, целый день что-то там делал, чтобы даже ему все. Там борода его о чем-то напоминала, о том, о всем. Потому что все, этот человек не способен жить при живом Боге, в Боге. Он при живом Боге льет себе золотого тельца. Это же безумие. Бог им дает этот гробик, в котором вселяется и крышечка одна пляшет. Что говорит Иисус? Его кто спрашивал? Он что, разве ученикам давал это опять заповедь? Нет, он лишь повторял иудеям, и законникам, и книжникам, то есть фарисеям, всем этим иудеям, которые его лишь спрашивали. Один книжник, чтобы подловить его на невежестве. Законники, чтобы обвинить его потом, если он что-то не по закону будет. Чтобы обвинить его и убить, то же самое, наказать, казнить. Их не интересовало это. И Господь не более чего. Вы помните, как они сами спрашивают в законе. Господь ему и просто закон цитирует. Вот и все. Книжник, где не спросил, что в законе, так и ему сам Господь намекнул. Слушай, Израиль. Он не сказал, что это новая заповедь. А новую заповедь он сказал ученикам на прощальном ужине. Новую заповедь даю вам. И он заповедь о любви к Богу соединил с любовью к человеку. И если те же самые иудеи, и как сейчас все религиозные конфессии думают, что можно любить Бога и можно не любить ближнего, то Господь сказал это невозможно. Он поставил между ними равно. Он сказал, если ты любишь меня, ты любишь ближнего. Равно. А кто знает математику, да, это вот, это прямая пропорциональность называется, прямая зависимость. Здесь ты умножил на два. Ты хочешь любовь к Богу на два умножить, так умножь свою любовь к ближнему на два. Ты умножил любовь к ближнему на два. Так, соответственно, чтобы там уравнялось, получается, и любовь к Богу увеличилась. Это прямая пропорциональность. Любовь к Богу, Господь сказал, измеряется только одним фактором. Любовью к ближнему человеку. А ближний он рассказал кто. Любой человек, причем более того, Иудей Самарянин, Самарянин считал за ничто. Плевался, чертыхался им. То есть, по сути, это любовь к врагу. Опять что, Господь и прямым текстом говорил. Все. Господь поставил, что это заповедь неразрывная. И что ты можешь хоть обкричаться о своей любви к Богу, но если ты ближнего не любишь, ты никакой любви к Богу не имеешь. Поэтому он и говорил иудеям, там же в Евангелии Атеана, чуть выше 13 главы, говорил, что у вас нет любви к Богу. Потому что почему? Он им сказал, почему? Потому что ищите убить меня. Но он же был как человек, они его за человек писали. Они ненавидели человека. Он говорит, вы хотите убить меня. А за что? За то, что мои дела добрые, говорит. А вы ненавидите. Похотливый, коростолюбивый и прочее, прочее, прочее. Но это уже я добавляю. Но он и в притчах на все это, естественно, им намекал. Все, заповедь к Богу, она неразрывна. Господь ее соединил. Он сказал, если. Он не дал две заповеди, он дал одну заповедь. Он говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так любите друг друга. Двойным дубляжом сказал в 13 главе на прощальном ужине со своими учениками. Все. Он говорит, я это и есть, говорит, путь истины и жизнь. Ты так делаешь, ты познаешь истину, познаешь Бога. Через любовь к ближнему ты познаешь, что такое любовь Бога к человеку. Потому что ты сам любишь, ты сам прощаешь, как Бог тебя простил. Ты сам подаешь неблагодарным и злым, как Бог нам всем подает. Все очень просто-то на самом деле. Ничего сложного нет. Вот она простая, это заповедь. И Господь сказал, что это неразрывно. Не может быть никакой любви к Богу без любви к ближнему. Не может быть. Все. И говорит, что в принципе, даже та заповедь, он сказал, просто если бы люди понимали от начала, то, что евангелист Иоанн Богослов и говорит в своем послании, что заповедь, благовестие от начала было первым людям, благовестие голосом Божьим Адаму, чтобы мы любили друг друга. Заповедь Отца, чтобы мы веровали во Христа и любили друг друга. А заповедь Его, Христа, чтобы мы любили друг друга. Он так и говорит в своем послании. А Христос говорит, я и есть этот путь-то. И никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Филипп спрашивает, ну покажи же нам отца Он говорит, ну Филипп, сколько ты со мной, ты не знаешь меня Я и есть отец Отец во мне, я в отце Я и есть он И поэтому, если вы любите меня Соблюдите эти заповеди мои Упование на меня, любви к ближнему Соблюдите слово мое Кто имеет заповеди мои и соблюдает их Тот любит меня И сам в конце последнее слово говорит Потому узнает мир Но перед этим говорит, потому узнает, что вы мои ученики Что вы любите друг друга Исполняете мой заповедь И последняя его фраза Последняя фраза Господа на прощальном ужине Что потому мир познает, что я люблю отца Не кричит просто, ой, я люблю отца Опять он говорит, просто потому мир узнает Вы знаете, что я никогда об этом не говорил Ни всем внешним, ни даже вам А говорю в конце это Все, потому вы узнаете, что я люблю отца Потому что я творю, что он заповедовал мне И что заповедовал мне, так и творю А заповедь его, говорит, одна Чтобы мы любили друг друга от отца И первосвященническая своя молитва В Гефсиманском саду молится и говорит Что я им передал слово, которое ты мне дал им передать Я открыл им имя твое Я открою, что любовь, которую ты возлюбил меня И возлюбила их Ибо он говорил, что я уже не молю о вас Ибо сам отец вас любит Не буду просить, потому что отец и так вас любит сам И говорит, что любовь, которую ты возлюбил меня А в другом месте их Он говорит, в них была То есть любовь в нас была какая? Любовь к кому-то Потому что Бог кого-то любит Нас, Христа, если уж так, в роли отца И он говорит, чтобы это и любовь, которую Бог любит Человечество, всех нас, детей Божьих Чтобы она и в нас была То есть, значит, и мы любили человека Все, вот все очень просто Никак люди это не поймут Он же говорит им о живых А тех, кто тебя сейчас окружает Что тебе делать до мертвых? Никакого тебе до мертвых дела Господь ничего не говорил о мертвых Он говорил, любите тех, кто вокруг вас Поэтому любовь к Богу измеряется Любовью к ближнему, к живому, а не к трупу Которого давно уже даже в земле нет Это, конечно, надо понять Ну ладно, мы так поговорили Как всегда я вам напомнил По заповеди Господа И наставлениям апостолов Его святую заповедь Это самое важное Ибо нет никакого толка в проповеди Если мы не помним, к чему мы вообще В чем суть христианства Христианство проще некуда Люби ближнего твоего, как самого себя Это по ветхозаветному А Господь нам сказал Отвергнись самого себя Твори дела любви То есть неси крест свой Как? Следуй за мной Как Христос это делал Христос никого не злословил Не осуждал Не обличал Не укорял Ничего он этого не делал Он все время научал Научал Ну, правда, там есть разграничения Между своими и внешними Своих он Как любой тренер Более строг И мог сказать Что ж ты маловерный Да, там Ну, это все надо разбирать Но вы все это следует за мной Смотрите, как Христос любил людей И точно так же любите Все очень просто Он сказал, за мной За мной Поэтому христиане те Кто идут за Христом Кто, смотря в Евангелие И знает, что Христос В нашем сердце живет Слечая свое сердце по Евангелию Поступает вот так Как должен поступить Христос Так и я должен поступить Ибо я возрасти В богоподобие Стать его сонаследником Стать Вернуться в отче дом В половозрелом возрасте Стать невестой Христовой Познать Господа Причаститься Божеского естества Раскрыть себе Царство Небесное Какие только образов Нет в нам взойти Только могу в одно В вере Через добрые дела Отвернувшись себя И могу У подобиться святой жизни В братолюбии Так говорит апостол Петр Вы помните В 11 стихах Своего второго Тоже предсмертного Послания Ну все Хватит Полчаса поговорили Не столько о Матиле Сколько вообще Все это Все это Все это Идолопоклонство Все это кумиры Все это Господь запрещал Всю жизнь делать Мы все опять В это скатываемся Ну в общем-то Скатились там С самого начала Ну есть дети Божьи А есть неизвестно кто Так что вот так вот Ну давайте Поблагодарим Нашего Любящего родителя Это единственное Внешнее проявление Любви Можем Глядя на Христа Который нас научил Это делать Мы можем творить Это дело Словословия И благодарения Господь мой И Бог наш Любименький Заботливый наш родитель Отец наш небесный Братец солнышко Слава тебе Слава тебе Боже наш Слава тебе Благодарим тебе Господи За все Господи Я тебя благодарю За всех братьев и сестер За всех Кто смотрел этот ролик Слава тебе Боже наш Слава тебе Все твои благословения Всегда на всех Из любви к тебе Любят всех Всеми теми дарами Какими ты даешь Каждому из нас Чтобы проявить эту любовь Слава тебе Боже наш Слава тебе Спасибо тебе Господи За всех братьев и сестер За всех любящих Меня И учащих меня любви Слава тебе Господи Слава тебе Господь И неизменный В слове своем Живой Бог Любовь Иисус Христос Всегда Во все времена И вчера И сегодня И завтра Посреди нас Кому понравился ролик Ставим лайк Кому не понравился Все равно Ставьте лайк Делитесь Делитесь в социальных сетях Или где-то на ютубе С кем считаете нужным Все мои адреса Каналчиков наверху Подписывайтесь Смотрите ролики Какие вам интересны Все мои адреса Социальных сетей И контактов Внизу Добавляйтесь Звоните Пишите Будем знакомиться Дружить Я всем всегда рад Особенно с тем С кем породнился Духовно Очень бережно Ценю И дорожу Нашими отношениями Ну а все полезные ссылочки Я вся добавляю справа Всех нежно целую Крепко обнимаю Храни Христос Пока-пока